друзья привет сегодня добрал эн плюс не так давно его убрал то я выбрал потом продал хорошо продал по 440 с чем-то я продал потом не так давно я его опять взял и ну очень интересная бумага в плане волатильности хорошо на ней получается зарабатывать ну естественно я ее не за волатильность беру а за фундаментальную привлекательность за волатильность мне но я уже прошел это несколько лет назад вроде там зарабатываешь на волатильность а потом акции и в днище и все что заработал улетела поэтому мне прежде всего интересует мне вот акции которые недооценены по своим активам у которых хорошие контракты у которых хорошая выручка которая которая динамика развития бизнеса хорошая что значит хорошая хорошая не значит что там что такое эфемерное нет есть конкретные четкие показатели я понимать я считаю сижу и не сижу не гадают что купить или что продать я просто сижу считаю считаю контракты считаю выручку считаю продажи считаю себестоимость производства считаю как дела у конкурентов какая доля в отрасли считаю расширение там рынков сбыта географии продаж и налоги почты все все просто цифры чем больше информация получаю тем точнее расчеты все есть вероятность то что какие-то данные я не найду есть вероятность что какие-то данные появятся после покупки есть вероятность того что какие данные будут неправильно мною интерпретированы проанализированы это на эту вероятность тоже за закладываю погрешность чтобы это можно было докупить и так далее ничего такого нельзя сказать что это ничего такого сложного для меня может быть это уже просто привычное дело просто как складывается из циферок картинку помните как матрица циферки а ты видишь картину ну имея данные можно это все делать данные в свободном доступе в нашем мире нет недостатка в информации нет это кто-то там говорит он закрытая информация какая закрыта все открытая информация суть то не в том что информация недоступность мы живем информационный век и компании публичные обязаны правда там до того как они выпустят отчет еще много всего можно найти на других информационных ресурсах и по контрактам и по продажам есть это все в свободном доступе проблема не в том чтобы эту информацию доступ получить доступ у всех есть проблема в том чтобы ее информации слишком много слишком много вот некоторые информационные ресурсы там брокерские да не буду сейчас никого там судить как говорится не судим не судим будешь да но просто некоторые вот профессиональный то брокер и зайдешь новостную ленту туда вот за весь день ничего полезного всякая чушь мнение прогнозы тех анализ кто-то что-то сказал ничего не значащие новости но это ерунда ерунда и из гигабайта информации найдешь там несколько байт полезной информации это я к тому что многие просят вот весь день всяких этих форумах всяких этих я не знаю информационных ресурсах которые ну пустые пустые просто бла 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 четкая информация должна быть четкие факты четкие а не кто-то что-то сказал что-то предположил вот эта четкая информация вот так вот четко из нее такое следствие с большой вероятностью событий происходит давайте к вашим вопросам привет что думаешь по акциям русгрейн сегодня нехило их так колбасило вниз вверх вот допустим вот этот вот тоже вот этот случай показывает насколько люди вообще не хотят разбираться я про тех кто покупает продает эти русгрейн ну услышали русгрейн и чё русгрейн русское зерно значит зерновая сделка будет сильно влиять да не будет она влиять сильно эти акции у них от зерна одно название у них там зерна ерунда это это башкистская компания которая которая специализуется на мясе птиц и на яйцах но название у нее русское зерно и все думают а русское зерно зерновая сделка зерно зерно значит эти акции надо брать а то что она яйцами торгует это как бы ну можно же немножечко разобраться в компании или это линзолото да линзолото я куплю сейчас акции по 21 тысячу и заработаю там сколько она там по линзолото ну это же жесть конкретная ну просто ну прям жесть берут вот смотрите линзолото они взяли да кто там брал и получат ну сколько и получат 3500 дивидендов и думаю возьму за 20 получу 3500 и типа и круто и акции еще останутся а толку толку если компания активы продала получила на них деньги эти деньги на счет раздаст на дивидендов дальше вы чё будете с ней делать и таких случаев полно когда ну просто смотрят графики смотрят название компании а разбираться надо друзья мы разбираться вы же когда я вам предложат в бизнес какой-то давайте вы же не будете думать а вот мне нравится его туфли поэтому я бизнес куплю вы же проанализируете весь этот бизнес почему с акциями не так почему вы бизнес не анализируете почему активы не анализируете почему контракты не анализируете почему выручку не анализируете в общем задавайте вопросы получайте ответы я же на них отвечаю 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 в комментариях спрашивайте я отвечу и будет вам информация понимаете информация вот он я ладно я до кучи всякой информации она доступна эта информация нет увидели или название какое-нибудь или графики какие-нибудь а что под этими графиками не все что падает все растет не все что сильно растет потом падает также я но графики я смотрю в последнюю в последнюю очередь вы понимаете в последнюю в последнюю сначала с макроэкономика геополитика состояние отрасли состояние компании денежные потоки компании цена на товары компании допустим там товары если нефть он целом на нефть и только потом беру все это и и соотношу с графиком с динамикой акции потом в последнюю очередь понимаете хорошего дня